Всем привет, мои хорошие! Наконец-то пришло время, когда я могу снять Василёк для вас. Этот мешочек, вот, он пришёл ко мне ещё несколько дней назад, но я его не распаковывала, для того, чтобы вы увидели вместе со мной, что у меня там лежит, во-первых, а во-вторых, чтобы потом не искать, что там у меня лежало по всей квартире. Поэтому специально сказала, не буду распаковывать, распакую только уже на съёмках. Ну что, открываем. Люблю посылочки! И люблю обновочки! Это вот какая-то вещичка красивого цвета. Так, вещички я ставлю отдельно. Так, это не вещичка. Вещички все одинакового цвета заказала. Ну вот, вы знаете, у меня, наверное, цвета по настроению. Вот у меня сегодня такое настроение, и у меня пошли вот такие цвета. Видите, все салатные. Другое настроение, пошли цвета, всё розовое заказываю. Ну, это я такая вот. Ну что, давайте пока посмотрим из одежды, что я заказала. Вот такой вот халатик я заказала 50-го размера, 52-го не было. Но мне он понравился по расцветочке, и вообще, как бы вот по всей своей внешности. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, и посмотрим, как на мне будет 50-й размер вообще смотреться. Это кулерка. Конечно, я заказываю трикотаж, кулерочку. Но заказала этот халат почему? Потому что мне, во-первых, понравилась длина, и мне понравилось, что тут вот на бретелечках. Это уже так вот, когда жарко в комнате или летом. И этот халатик идёт на пуговичках, и можно будет в нём даже вот выходить на улицу, там, в магазин сходить. Здесь есть поясок, здесь есть два кармана. Вот они, кармашки. Вот. Ну, я смотрю, халат довольно просторный, поэтому я думаю, что 50-й размер на мне будет прекрасно сидеть. И даже есть поясок, где можно вот его сзади завязать, такой вшитый поясочек, который завязывается сзади. И даже его чуть-чуть немножко по талии сделать. Вот. Ну, такой вот замечательный халатик. Это как сарафанчик. Вот, в принципе, написано халат, но вообще я его вижу как сарафан. Буду носить его как сарафан. Посмотрим, я одену, посмотрим, как он на мне будет выглядеть. Лёгенький такой, летненький, хороший. Девочки, все цены я буду писать внизу или там где-нибудь сбоку. Буду писать цены, чтобы сейчас на цены не отвлекаться. Я не буду их называть, я просто вам их напишу. Что же ещё от любимого Василька я заказала? Ой! Вот такого салатного цвета это у меня идёт. Это водолазка, но она трикотажная. Это хлопок стопроцентный. Водолазка идёт вот так вот с горлышком. И мне захотелось водолазку именно трикотажную, потому что у меня водолазки есть такие вот полусинтетика, полутрикотаж, а я хочу прям трикотажную. И мне понравился вот такой вот цвет, такой вот приятный, освежающий цвет. Она вот такая как сжатая идёт. Видите? И тут идёт длинный рукавчик. Рукавчик я вижу нормальный. Вот. Ну, это вот как раз в тёплое время года, ну или весной, вот может быть, просто одеть водолазочку и пошла, и пошла. Хороший цвет, приятный цвет, мне нравится. Ну и всё. Она обычного пошива. Ничего здесь такого замысловатого нет. В общем, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и такого же цвета мне приглянулась футболочка. Но она идёт немножечко тут с рисуночком. Вот такая вот симпатичная футболочка. Ну, мне понравилась расцветка, приятная, освежающая. И вот такой вот яркий, симпатичный принт, цветочки. Вот. Ну, футболка 52-го размера. Это вот мой уже размер. И водолазка тоже 52-го размера. Всё остальное 52-го размера, то, что я на себя заказываю, как обычно. Симпатичные такой цветочки, яркие, симпатичные. Посмотрим, как она будет смотреться. У меня с джинсами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё заказала из вещей себе я толстовочку. Толстовка тоже 52-го размера, но такого приятного голубого цвета. Толстовка на ощупь очень приятная такая вот, нежная такая, приятная ткань. А внутри она идёт с начёсом. Это футер-начёс идёт. И это хлопок стопроцентный. Вот такая с длинным рукавом. Вот такая вот симпатичная. Здесь вот такая бирочка кожаная. Ну, это вот для красоты. Но она приятная на ощупь. Рукавчик с манжетиком. Манжетик идёт внизу ещё. Понизу манжетик идёт. Ну, и на горлышке тоже вот такой вот, как обшито, как манжетик. Шов на рукаве идёт ниже плеча. У меня дело в том, что футер-начёс есть костюм, но он такой домашний, в котором на улицу не выйдешь. Серенький. Вы его видели у меня. А это вот как раз будет к джинсам и по цвету подходит. Вообще, очень такой приятный, освежающий голубой цвет. Я думаю, мне такой цвет идёт. И салатный цвет, я думаю, тоже не идёт. Вот это я подобрала расцветочку. Но у меня тоже вот было наподобие такой светерочек, который я носила, 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 пока не сносила полностью. Он же просто устарел и всё. И вот я как раз замену нашла, и я очень довольна. Приятная ткань и в то же время тёплая. Но не будет жарко в ней. Это хороший, кстати, футер-начёс. Девчата, берите, если вот кому-то нужно что-то такое. Но я думаю, что это я себе вообще угодила. Мне нравится. Девочки, набрала себе трусиков. Трусики всегда беру себе 5XL. 52-54 размер, 5XL. Я взяла 5 штук разных расцветок. Такие я уже брала. Они мне нравятся. Они очень удобные. И носки такие. И вот тянутся хорошо. Я взяла вот и салатного цвета, и белый, и бежевый. В общем, ещё белый. Вот такие вот взяла разные. Дальше, девочки, я взяла 2 больших полотенца. Один для Денни. Это я взяла для внуков после купания. Один для Денни голубой. Другой розовый для внучки, для Настеньки. Они одинакового размера, только отличаются цветом. И цена у них одинаковая. Сейчас разверну и посмотрим. Девочки, полотенце размером 70 на 140. Голубой цвет. Вот такая ширина. Это 70. И оно длинное на 140 сантиметров. Для ребёнка, когда искупали, его хорошо как раз будет закутать в это полотенце. Набивка идёт 380 грамм на метр квадратный. Оно такой, знаете, средней плотности, не сильно набитое. Когда сильно набитое, полотенце грубоватое. А это вот мягкое, такое нежное будет полотенце. Я люблю такую набивочку. Это полотенце Узбекистан. Вот такое, вот такое, вот такое. Оно очень, очень большое. Я не знаю даже, как вам показать, чтобы поместилось оно в кадр. Вот. Ну, в общем, то, что нужно. То, что нужно. То есть, длина равна 2 половины. 2 половины ширины. 2 ширины, это получается длина. 140 на 70, в общем. Вот такое полотенце. Ну что, развернуть второе розовое, которое для внучки. Надо же посмотреть. И вот такое вот полотенце для внучки. Точно такой же, только цвет. Такой приятный, розовый. Как раз для девочки. Вот, сложенное оно. Так что, у меня внуки с полотенчиками теперь. Еще я заказала 2 полотенчика кухонных, поменьше. Тоже Узбекистан, тоже 380 грамм на метр квадратный. Одно полотенце вот такое голубенького цвета, синего-синего, светло-синий, голубой. А другое персиковый цвет. Это 40 на 70. Как раз вот для кухни размер этот очень хорошо подходит. Руки вытирать приходится часто, полотенце менять приходится часто. И такие полотенчики я люблю все время брать, чтобы они были свеженькими, новенькими и чтобы их было побольше. А голубое, вот оно какое. Девочки, качество пошива очень хорошее. Здесь вот идет как раз кантик идет по краю. Здесь просто оно тоже с кантиком, еще подшито. В общем, все полотенца очень хорошо обработаны, швы ровные, качество очень хорошее. Мне нравится, я беру уже не первый раз и еще-еще беру потихонечку, чтобы было у меня, у моих детей, внуков, чтобы было у всех полотенчики. Девочки, ну еще я взяла постельное белье. Я взяла на этот раз сатин. Я думаю, попробую сатин еще. Но постельное белье я взяла разное. Разных оно и расцветок у меня, и разных идет размеров. Это не комплект, я брала все по отдельности. Потому что что-то я отнесу домой к себе, что-то я оставлю здесь и буду на нем спать здесь. Вот, поэтому мне расцветка была не принципиальная. У меня есть разные расцветки, которые будут сочетаться с этими цветами. Ну, я беру в основном какие-то такие цветочки, чтобы, в общем, чтобы было светлое, с цветочками такое вот разное беру. Ну, под одеяльник это у меня идет вот этот вот сатин стопроцентный хлопок. Под одеяльник я беру на полуторку, потому что одеяло у меня полуторка. Ну, довольно приятная нежная ткань. В общем, я у дочки тут уже на сатине спала, и в принципе, я как по своим ощущениям поняла, что мне вполне даже подходит сатин. Поэтому я могу и сатин тоже себе иногда заказывать. Раньше заказывала только бязь, но сейчас я уже полюбила и сатин. Вот, под одеяльник он идет двухсторонний, двухцветный. На одной стороне он, видите, вот такой вот розовый, а на другой он идет такой вот беленький и с такими вот цветочками фиолетовыми. Хорошая ткань, приятная, мне нравится. Так, что у нас тут? Тут у нас идет вот такой вот кармашек, куда мы засовываем одеяло с одной стороны, ну и с другой стороны везде оно все обстрочено мешочком сделано. В общем, вот такие две расцветки, вот такая одна сторона и вот такая вот идет, не знаю, розовая, сиреневая, светло-сиреневый цвет, скорее всего, да, это вот такая другая сторона. Здесь бабочки, белые бабочки на этом фоне. И вот такого же цвета, как вот эта сиреневая сторона, у меня заказана простынь, но простынь я заказала другого размера, простынь на двуспалку, чтобы она хорошо заворачивалась, я простынь беру побольше. Вот такая вот простынь. Ну, простынь необычная, в общем. Ну да, такая вот приятная, тонкая, очень приятная ткань. Все, шовчики хорошо прошиты, все мне нравится, все приятно. Да, приятная ткань сатин, я не знаю, почему-то вот, ну я как-то, знаете, мне еще с детства, я знаю, что мама всегда брала бязь, и я как-то тоже бязь полюбила, и, в общем, бязь всегда брала. А сатин не брала, наверное, никогда. Ну, вот сейчас, видите, у меня дочка сатин любит, и я тоже его полюбила, так что теперь сатин тоже будет в моем гардеробе, так сказать, постельного белья. Ну, а подушки у меня 50 на 70, и у дочки, и у меня. Поэтому я взяла уже другой расцветочки, не принципиально, потому что подушки вот так у нас меняются. И я взяла две наволочки вот такой расцветочки, и две наволочки я взяла вот такой расцветочки. Вот эта расцветка, она подойдет под пододеяльник, который идет с внутренней стороны. Вот эта внутренняя сторона пододеяльника, вот с этими цветочками, и к ним как раз подойдет вот эта вот расцветочка. Ну, давайте откроем одну хотя бы и посмотрим наволочку. Это все тоже сатин, наволочки я брала сатин, тоже очень приятная такая, хорошенькая такая, приятная ткань. Вот такой вот расцветочки идет, ровненькие шовчики, ну и тут вот как обычно наволочка делается с таким вот заворотом, да. Вот такая красота, вот такая прелесть, посмотрим другую расцветочку еще, наволочку. А вот такая расцветочка, она подойдет к комплекту Дочкиному, у нее есть такой вот комплектик, примерно с такой вот расцветочкой, поэтому я взяла наволочки такого цвета, чтобы они к такому, к другому комплекту подходили, потому что там наволочки идут 70 на 70, они большие на наши подушки. Вот теперь я взяла 40, вернее 50 на 70, вот такие. Так же вот все сделано. Мне нравится запах свежего белья, вернее вот нового белья запах, мне нравится, почему-то напоминает детство, я не знаю, когда с родителями выходили обновочки покупать в магазин, и вот эти обновочки, они все пахли вот новой тканью, наверное, это запах новой ткани. Вот, ну в общем такая вот приятная расцветочка и очень хорошая такая приятная ткань. Сатин. Ну вот и все, мои хорошие, я вам показала все свои обновочки. Кому мои обновочки понравились, кого заинтересовал Василек, проходите по ссылочке, ссылочку оставлю внизу в описании. Ну а кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok